всем привет с вами канал артмания у нас уже следующий день вот я сейчас сижу за сих пор сижу на диете и поскольку часто приходится думать о еде чтобы как-то сбодрить свой желудок чтобы он там побурчал немножко мне это очень нравится когда он бурчит вот и сейчас вспомнил как мы ездили в сочи когда-то мы с мужем до появления ребенка ездили в сочи каждый год каждое лето это был август иногда это был сентябрь вот и останавливаясь мы либо гостиница приморская либо гостиница жемчужина нужен чужина она подороже немножечко вот это я помню как на обед ходила в жемчужину и там как бы как обычная столовая вот на ждешь обеда сейчас я пойду на обед ура приходишь там кучу всего наготовили покупаешь все вот и там помню была окрошка окрошка ну не такая как мы обычно разбавляем квасом а там разбавленный кефир что ли было она беленькая такая была и как будто водянистая я постоянно брала окрошку жара было лето по 30 с лишним градусов а то и больше там на солнце и вот эта окрошечка я помню про вообще такая вкусная мы в сочи уже не ездим уже года три наверное четыре может быть в этом году димитрий как раз во время беременности мы не ездили четыре года уже где-то не были в сочи и прям вообще вспоминают а крошечка такая обалденная была там что-то лучок так ну так там обычненькая мелко порубленная все лучок что-то огурчик вот я помню не помню еще что-то там было вот там всякие супы разные языки там были иногда языки но они подороже были но я помню брала периодически прям начала брать думаю а то домой приедешь они у нас там целиком до дорого стоят а тут хотя бы это кусочку кусочку и помню там были котлеты не знаю я обожаю просто эти котлеты они в панировочке обжаренные внутри сыр не помню как они называются по-киевски или может быть нет я ошибаюсь наверно они были обалденно вкусные всегда старалась взять две больших если говоришь 2 то там дает одну большую одну маленькую или иногда вообще просто две маленькие гора почему не две маленькие потому что вы девушка вроде а мужчина большая блин думаю вот я сейчас нога сижу и думаю а почему нельзя делать сразу большие все равно их за деньги продаете а то как-то нечестно получается я плачу там за нее там не помню сколько там рублей за одну штуку да и в итоге за место большой получаю маленькую почему-то я помню две штуки возьмешь окрошка съешь и потом эти котлетки ешь наслаждаешься не такие вкусные обалденные такие сейчас от сижу и думаю как классно блин как мне кушать хочется но нет нельзя нельзя надо перетерпеть это время надо похудеть а потом я буду уже кушать потом ням-ням-ням-ням всякие рецепты кстати записываю меня группы есть вконтакте я все туда рецепты складываю а потом думаю наверно когда с диеты слез я буду это все готовить сколько раз я уже на дети сидела очень редко когда я готовила именно брала там искал находил убрала там из группы обычно уже сыты да ну да ладно не хочу вот думаю нет надо готовить так хочется так хочется эту как и под шубой салат в этом году на новый год мне не достался он на столе стоял нас был большой стол и на стоял там очень далеко от меня его заметил уже только под конец когда стала уходить домой смотрю а там оказывается под шубой стоит шубу шубу под шубой вот они шуба салат под шубой а селедка под шубой да 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 селедка под шубой сала точно вот смотря там лежит полная даже и никто не тронула нутка странно думаю никто даже не дотянулся до туда много салатов было вот такой самый вкусный самый главный не дотянулся надо терпеть на той неделе мне хотелось блинчики я уже купила кефир думаю сделаю блинчики потом думаю блин сейчас я эти блинчики поем килограмм прибавлю а потом этот килограмм буду сбрасывать целую неделю нет думаю не буду казинаки хотелось прям очень хотелось казинаки не то что казинака знаете хотелось на этот кунжут я люблю казинака из кунжута обжарить просто на сухой сковородке и немножечко добавить меда вот именно так мне хотелось не знаю почему вот именно вот так сейчас уже это немножечко отошло это был на той неделе уже не очень вот но неделя у меня кстати проход я записала начала вернее худеть не в понедельник какой-то другой день поэтому мне там немножко все сбилось то есть сегодня вот у меня закончилась вторая неделя диеты завтра начинается третье сегодня у нас день недели среда да у нас сегодня среда по нашему по вашему наверно другой день будет не знаю вот то есть вот так вот у меня что-то мне еще хотелось сливки хотелось очень сильно хотелось сливки именно сливки я люблю очень сливки жиденькие такие с борщом прям сначала ложкой ешь сливки несколько ложек съедаешь в борщ кладешь ешь борщ потом опять съедаешь потом с хлебушком свеженьким свет съедаешь летом прям родителям не очень часто покупать сливки смотришь в банке там пока на даче находишься как быстро они заканчиваются гусель как быстро как они в сметану превращаются там есть разные не знаю хотелось всякие какие-то творожные не запеканки какие-то я не знаю какие-то я рецепты уже насмотрелась новое интересное вот что-то непонятное на позапрошлой неделе мне только шоколадку хотелось а то неделю всякое такое на этой неделе вот мне селедка пошел уже не так прям хочет ну так хочется но уже не очень уже как-то охлаждается нет как-то не очень короче уже хочется а хочется мне уже картошку фри я очень люблю картошку фри и на хочу с сырным соусом хотя я люблю так вот хочу много картошки фри и гамбургер не особо ну так это 500 начинает хотеться мне уже вот что-то мне еще молочка вот молоко с этими с хлопьями вот мне хочется очень будет такой вот пожевать что-то такое хочется не знаю интересно мне становится что мне будет хотеться в конце недели чтобы хотеться на следующей неделе а вафельки вот вафельки мне прям хочется вчера как раз журнал смотрела в пятерочке акция и там была вафелька я думаю почему я была в пятерочке недавно почему эту вафельку не заметил остановилась около сладкого кстати пошла в пятерочку голодная голодная пошла но нет я купил только 6 по-моему грейпфруктов что-то еще взяла что же я взяла еще а халву я халву взяла и по-моему все не помню короче это халва халву мне очень захотелось халву я ее убрала в шкаф и короче я про нее уже забыла вот она лежала какое-то время я все думала поесть кстати может быть я посчитала по килокалориям за всю пачку там около 500 что ли получается там что-то в районе 400 500 600 потому что это мало оверни много на бороться мне надо как минимум чтобы поддерживать свой вес 1500 килокалорий ну хотя бы тысячи вот дальнейшем вот так вот не знаю интересно когда похудеем может быть я перейду на правильное питание уже что-нибудь такой бой хотя не знаю навряд вот я состою кстати вайбере там я уже об этом кстати говорила вайбере есть там чат и там девочки сидят на правильное питание кидают свои фотографии как они красную рыбу поели там курицу там салат что-то еще я думаю блин у нас таких продуктов даже дома очень редко бывает особенно красная рыба мы привыкли что она у нас только по праздникам мы только по праздникам покупаем и все ну и кратом ну бывает иногда и крану тоже по праздникам на правильное питание столько будет уходить денег несколько как-то я привыкла совершенно к другой еде попроще там курица у них какая-то там сварь а сваренная курицам блин я покупаю курицу целиком я всегда ее запекаю всегда но я могу правда отрезать у нее крылышки отправить их на суп но это очень редко бывает когда мне хочется с какими-то там крылышками возиться на обычному и просто запекаем и в лаваше и все то есть вот так вот а где ты кстати у них рецепт я сейчас это забирала с этого чата там были лаваш как со сладким варенье там чё то вот что такое интересный кстати рецепт там творог по моему обмазаны там сверху варенье все это завернуто в трубочку интересно 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 вот ну в принципе я ради этого составил в этой группе чтобы и почитать какую-то информацию я вечером люблю поковыряться в телефоне почитать что-нибудь чтобы глаза устали и телефон убираешь и сразу засыпаешь и все то есть я вот так люблю кстати муж мне купил геркулес где-то там 12 рублей стоит что он сказал здесь 400 грамм блин я не знаю у нас он плохой стал мы всегда его брали всегда покупали его но почему-то он в последнее время стал плохой какие-то там попадаются кожурки всякие какие-то им ими давишься они мешают чекотным напишите у вас вас у вас такой продается что вы покупаете у вас на это же самое или нет значит он прям ужасно плохой стал вот но завтра я наверно планирую есть вечером геркулес просто наверно у меня это неделя будет геркулесовая я так планирую может быть если конечно как на позапрошлой неделе мама не принесет мне кучи еды надеюсь она этого делать не будет она знает если я села на диету значит я села на диету все я могу спокойно относиться допустим если у меня муж ест суп я могу спокойно вот и ешь суп типа ну ладно я могу посидеть рядом посмотреть как он есть но и его есть суп я не буду я на диете сижу то есть это все и даже было такое кстати в гости пришла к маме мама там что-то наготовила куча салатов агурья на диете да вот я не знала ну ладно вроде как хочешь чет пришли гости они все сидели кушали а я там кушал что-то другое потому что я на диете вот у меня наташа то почему не ешь я на диете говорю я еще успею вот я сейчас похудею а потом говорю я уже буду кушать уже как положено то что там нужно сейчас вот мне надо посидеть на диете сбросить и всего короче вот так вот да и сочи да и сочи я прям вспоминаю там этот сквер парк наберите наверное сочи гостиница жемчужина и там очень красивый сквер парк я помню как я после обеда пообеду то есть с утра мы на море идем я на море с собой сразу брала альбом карандаши вот потом шла обедать после обеда там все шли спать как правило я думаю как так я приехала отдыхать на море я буду в обед спать ну блин как то этот день просто убитый убиваешь просто день несколько часов просто убиваешь надо чем-то заниматься я не могу так в обед спать блин я дома высплюсь в конце концов я помню шла в сквер находил интересное красивое место и сидела там рисовала люди подходили я помню так и все пытались заглянуть чешан там делают вот это кстати меня очень сильно бесит где бы там особенно нут в сочи там поменьше народу а вот в самаре у нас я помню с подружкой сели рисовать и понеслось там какие-то парни а нарисуй меня а давай познакомимся давай это вот просто смотришь и молчишь и должен быть когда они уйдут если я буду молчать то они уйдут наверно точно вот молчишь молчишь потом не господи да уйди ты помню раз мужу позвоню подойди а он там где-нибудь этому на пляже как-то раз рисовали неподалеку раз такой приходит так что здесь происходит все 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 понял все 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 пошли пошли вот и там несколько раз у меня уже звонил господи сколько ты меня будешь гонять то я не знаю но они приходят постоянно приходят смотрят что мы делаем чо это прямо помогал пляжа мы рисовали там дерево полу просто невозможно они подходят и подходят и подходят и где-нибудь тоже в скверах там начинаю смотреть все подходит сзади сидишь и рисуешь такая в раздумье хорошо все я сижу рисую все супер и слышишь сзади шаги кто-то идет что ли поворачиваешься там человек идет смотреть а что я там сижу делаю дети бывают там на лавочке сидел рисовал дети начинают сзади скакать прыгать задевать меня и душа а не могу бесит блин думаешь и вот поэтому не очень я люблю если честно рисовать на улицах дома сел комфортно тепло с чашечкой чая удобно кстати да вот я люблю удобство удобно за столом сидишь рисуешь так я уже перешла другую тему сочи сочи это так прекрасно это хочу в сочи не знаю когда мы попадем сочи теперь одна подписчица уже писал мол типа вы уже можете ехать в сочи вас дима уже взросленький ой честно я даже не знаю он такой когда кто-то приходит когда мы как вдвоем сидим с ним дома вот днем нормально да когда приходит бабушка другая бабушка дедушка он такой хулиганистый становится это это нечто если какие-то там предметы которые лежат у меня на кухонном столе например да в комнате там какие-то игрушки они лежат он их не трогает то когда приходит к нам гости он начинает все это просто сбрасывать бросать на пол бегает хулиганит орёт там ой не на это ужасно я представляю если мы поедем там в поезде какой он будет там вот какой будет не знаю мне кажется еще рано вот причем поскольку его еще долго катала на коляске наверно надо было все таки его уже в год пешком вывозить то пешком ходить он не особо хочет ему нравится больше падать в грязь упасть прокатиться по грязи в снег упасть вот то есть этот период надо еще пройти сначала я не знаю как будет летом конечно мне удобно его на коляске потому что могу на коляске спокойно зайти в магазин а летом я могу спокойно пройтись по магазину потому что магазина меня тянет постоянно Я постоянно хочу в магазин. Мне надо куда-то вырваться. Мне надо именно не на улицу выйти и пройтись погулять. А мне надо именно в магазин. Даже если я ничего не буду покупать, мне надо в магазин. Ну блин, видимо, мы девочки именно так вот устроены. Мне надо выйти, мне надо освежиться, мне надо увидеть людей. Мне надо увидеть, что там продают в магазине. А вот именно когда ребенок в коляске, это удобнее сделать. потому что без коляски в магазин мы еще не заходили не знаю даже больше представить что может быть с полку начнет стаскивать или он будет просто падать в грязь я даже не знаю поэтому я думаю наверное надо дождаться трех лет должны постарше когда уже ребенок будет более менее понимает но не знаю пока вот у нас так это сочи уж с маленьким ребенком мы не знаем мне кажется муж говорит года в четыре наверно только не раньше когда он же будет более взросленький осознанный когда он будет понимать если там спать то спать там посидеть спокойненько посидеть а не носиться конечно хочется ребенка свозить в сочи рано пока еще вот и море конечно не так хочется море я помню прям вообще когда в жемчужине отдыхали мы там еще пляж вон это стоимость входит сколько угодно можно пряжу сидеть и я помню муж уходил на обед спать мы еще со свекровью вдобавок ездили то есть они уходят а я помню оставалась на пляже переходила в синёк ложилась на шезлонг и помню лежала читала в телефоне там копошилась обдумывал так лежала потом раз пойду искупаясь пожаре так пробегусь пробегусь искупаясь дэн-дэн-дэн обратно в синёк легла хорошо так освежает лежишь себе думаешь о чем-нибудь там потом сходишь пообедаешь вернешься обратно опять лежишь так хорошо ну так вот надеюсь когда-нибудь я поеду еще в сочи надеюсь вот такой с вами у нас был разговор сколько там 19 минут мы с вами наболтали у все давайте пока пока 19 минут никто смотреть меня тогда не будет и болтать со мной не будет пока пока подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно давайте с вами был канал артмания